Псалом восемьдесят восьмой Учение Ефама Езрахита Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо, говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Божий сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны Его, Ты укращаешь их. Ты низложил Раава, Ты низложил Раава, как пораженного. Крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, Вселенную, что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота основания престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты, украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается род наш, от Господа щит наш и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его, и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десница его. Он будет звать меня, Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу же злом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих, ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его, ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверх на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Да коли, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь, вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих, кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней, где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истинною твоею, вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов, как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек! Аминь! Аминь!